Она была не глубоко закапана, где-то на глубине 50-70 сантиметров, и вот трактор наткнулся на что-то. Вот поэтому аккуратно ее вытащили и увидели статую. Как только фотография находки появилась в соцсетях, барнаульцы оперативно нашли старые снимки. Эта скульптура и впрямь когда-то украшала парк изумрудный. А гипсовым незнакомцем, которого достали из-под земли, оказался советский рабочий с молотом и наковальней. Этакий привет из недалекого прошлого, от бывшего парка при Меланжевом комбинате. Надо сказать, что парк изумрудный в свое время создавался как парк отдыха трудящихся, и соответственно должен был воспевать труд советских людей, и вот поэтому это, судя по фотографии, статуя кузнеца. Парк Меланжевого комбината наибольшее свое развитие получил в конце 40-х и начале 50-х годов 20-го века. Это был период после Великой Отечественной войны, и людям нужно было наполнить жизнь радостью, мирного созидания, мирного труда, и парки должны были тоже быть приятными. Поэтому вот в парке Меланжевого комбината было установлено множество таких скульптур. Причем видно, что когда демонтировались эти статуи, видно кто-то поленился ее увезти, утилизировать, и в результате закопал. И благодаря лене этих людей теперь мы получили вот этот замечательный памятник. Сейчас в планах управляющего парком узнать у специалистов, возможно ли отреставрировать скульптуру, чтобы затем вернуть ее на почетное место. И не исключил, что в процессе земельных работ возможно вновь наткнуться на подобные пасхалки из прошлого. А тем временем Изумрудный продолжает преображаться. В этом сезоне доделают пешеходные и велодорожки. Парковки займутся строительством амфитеатра и преобразят еще одну историческую деталь парка – его парадный вход. Старый кирпичный забор, который стоял здесь с основания парка, уже начали менять на железный. Ограждение будет выглядеть иначе, однако его входную группу с колоннадами оставят и будут реставрировать. Восстановят также еще одну историческую деталь – это часы, которые раньше были над входом. Это не просто визитная карточка парка, а дело в том, что он напоминает фактическое его зарождение. Эта колоннада, если вы посмотрите, она повторяет точности колоннаду меланжевого комбината. Понимая, что эта часть входной группы забора имеет историческую ценность, память для людей, поэтому мы решили это сохранять. Ну а поскольку остальная часть забора уже была в непригодном состоянии, то, соответственно, новый сделать забор, но уже немножко в более современном стиле. А между тем, варнаульцы, судя по комментариям в соцсетях, статую встретили тепло и хотят ее видеть в парке. А кто-то и вовсе предложил рядом с рабочим установить колхозницу, чтобы скульптура напоминала знаменитый московский памятник рабочей и колхозница. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.